Дорогие друзья, на своем видео мы тут смотрим еще одну игру с турнира Кейси. CSI 2023, второй турнир, в котором играет сейчас уже команда Демила против команды... Давайте сюда нажму. Против команды Номанза. Вчера Номанз одержал две победы, а Демил вчера одержал поражение. И сегодня второе было поражение у команды Демила, но против Diamond Prox. И такая ситуация образовала, что команда Демила находится в положении игрока, когда вас, а вы, не можете. На прошлом турнире, кстати, такая же ситуация была у Демила. Я не знаю, что не так. Возможно, неправильные драфты игроков, возможно, неправильный розыгрыш командной игры. Но так или иначе, Демил пока летит во втором турнире со схожей статистикой. На прошлом он сыграл, если я не ошибаюсь, 0-6, да, ребят? Тогда было команд меньше, всего шесть игр было в группе, но да. Ну, у меня написано, типа, что я это... Был. Ну, ничего страшного. На крайнях мы посмотрим от их экрана, найдем просто еще игроков. Все, проиграл Демил. Ну, пока еще нет. Я просто в этой игре в лобби не попал. Говорят, что я пригласил, но сам же я отклонил. Ну, ладно, окей. Я лично ничего не отклонял, нажимал только Accept. Номансы Демила. И у нас, получается, по драфту Raykan. Предварительно был забанен трэш. Это все, что по Демилу сделали. Минус Джейс и минус Зая. Меня улыбает, что на этом турнире все команды банят Заю, потом сами пикают Raykan. Это какая-то странная идея от тренеров. Потому что Raykan дико хорош против Зая. Именно из-за того, что у него есть сразу 30C эффекта, которые могут на нее сработать. Зачем вы отказываетесь от этой идеи использования Raykan против Зая? То есть команда, которая пикнет Raykan, она спокойно может отдавать Заю на ту сторону. Может быть, Зая просто дико сильна, или Зая плюс Миллио сильна. Потому что Миллио прямая контра к Raykan. Ну, Миллио никто, наверное, вслепую пикать не будет. Поэтому вот такие баны и производят. Что касается Демила, и решили играть врывательный драфт пока что. Но получили в лицо уже Вай, что будет означать нам огромное количество убийств в этой игре. Вся команда будут бегать и пытаться друг друга быстренько-быстренько убить. Анивиа для Киры. Алистар. Для Демила против Raykan хороший пик. Ну, мне кажется, Леона гораздо лучше здесь зайдет. Леона Кантрит очень хорошо в Вай. И у меня тут музыка прекратилась. Давайте плейлист. По второму кругу запустим. У меня два экрана открыты. Мы можем подслушать переговоры. Давайте подслушаем немножко Номанзо. Это утилити саппортов. Хорошо. Я думаю, здесь... Это... Давайте, Фокс, смотрите. Я думаю, мы здесь берем... Эними. Эни выглядит сочно. Али, ну, у них, типа, три брузерчам. Али, ну, у них, типа, три брузерчам. Ребята, сами решайте, короче. Али, я даже думаю. Я могу и на Айни сыграть. Второй пик. Али, это... Всегда... Ну, твоя амбинация на бит. Хорошо, но тебе нужно будет ввести Никачам в тимфайтах. Пик на... Пик на топ. Тихо, пик на топ. Тихо, пик на топ. Всем тихо, пик на топ. Попукой. Я думаю, у вас здесь намного лучше. Здесь Малфи... А зачем спрашиваешь, как говорится? А зачем спрашиваешь? Сами решайте. И я вам пикую чемпионов. Я, возможно, не на Вай. Мне не нравятся вот такие моменты. То, что люди вообще неподготовленно подошли к матчу. У них не было идеи. У них был концепт, концепт. Типа, план. План. Берем сильного адекере для гаджета. И, типа, Вай вот будет с дайвами играть на боте. Но все остальное вообще не продумано. И они не были готовы к вот этим моментам. Мне этим демон-то и дико понравился. И демон, наверное, ему тоже... Я не знаю, если он без сарказма все это говорит. Я там без сарказма. Я всегда правду говорю. Так вот, если он без сарказма все это говорит, то ему тоже это понравилось. Что мы с ним оба понимали, как работает драфт. Драфт это не то, что вы сейчас делаете. Драфт вы делаете заранее. А сейчас вы реагируете на то, что вы уже придумали. И реагируете не в стиле, ой, ну, что там хочешь. А, ну, мы это знали. У тебя два варианта. И от этих вариантов идет один из вейвов дальше. Что у Демила? Давайте посмотрим. Но Демила ничего. Они музыку здесь слушают. Я не хочу музыку слушать. Но я могу спектейт гейм сделать. Так что все хорошо. Не волнуйтесь. В лобби мы попали. Похоже, после этого матча только Виктор останется непобедимым. А, по-моему, Виктор уже проиграл. Давай посмотрим статистику этого турнира. У Райкана 60, 40, 50, 60. И больше нет, я так понимаю, чемпиона со стопроцентным винрейтом. Давайте полную статистику глянем. Серафина, Шен, Виктор. Нет, все еще Шен и Виктор осталось. Но Серафина сегодня у генерала одержала победу. Она тоже к этому списку добавилась. А так, с очень хорошим винрейтом шла Ари и Малфит. Сегодня они проиграли. Я не знал, что Наутилус и Орн были тоже неплохие. Самые неудачные пики этого турнира это Лулу и Мордекайзер. И Олаф, которого пикали против Шена два раза на этом турнире. Оба раза проиграл. У Райкана, кстати, стопроцентный винрейт на синей стороне. А на красной как раз таки он проигрывает. Обратите внимание. Интересная статистика. То есть на синей стороне как раз таки, где его сейчас пикнули, он себя чувствует очень-очень хорошо. Должна быть какая-то идея в последнем пикнутом герое. Ты про какого героя? Ты имеешь в виду Аниви? Нет, так с Аниви все в порядке. Известный абсолютно чемпион. Никаких проблем. Так, у нас получается Номанс с этой стороны, да? Давайте. Номанс. А с этой стороны у нас кто? Как эта команда называется? Демил? Эта команда называется Демил. Ты бы слышал, что там Кира вытворяет. Че он вытворяет? Рассказывает супер-плейсы за Анивию. Могли сыграть комбинацию Анивия-Поппи, ребят. Но они выбрали Джарвана. Сегодня только синий выигрывают? Да, кстати. Ну, мне, честно, драфт команды Демила не очень нравится. Их драфт рассчитан на то, чтобы убить одного игрока. А дальше, как карта ляжет. Причем, скорее всего, она ляжет плохо, из-за того, что они убьют не того игрока. Слишком много контроля у оппонентов. Орн, Райкан, Вай, даже Афели со своим контролем. Все это ведет к неминуемой смерти в дальнейшем. Ну, да-да, одни танки, одни танки. То есть, они смогут своим бёрстом убить одного игрока за счет Эза. А дальше что делать, непонятно. Да, конечно, у Арии не так много урона по этим танкам, но от Арии многое не требуется. От Арии требуется просто кинуть контроль. От Арии требуется не проиграть лейнингфазу против Анивии. Это сложно сделать за Арии. То есть, надо уж сильно постараться, чтобы за Арии проиграть лейнингфазу. Номанс будет на адекере. Ребят, Номанс пошел на Афелии. Папа-конь все же на топе. И... На Вай будет играть гаджет. Походу, за четыре дня они попробуют себя везде, да. С этой стороны все дефолтно. Никаких обманов. Там Джарва нанесет больше эза бесполезного. Мне тоже Израиль в прошлой игре не особо понравился. То есть, концепт чемпиона хороший, но для про-сцены он сейчас себя не реализует никак. Особенно, если игра затягивается. Не успели выбить вард. Медленные автоатаки, но Вай дабл ее. Она не могла Ешку взять здесь. Странно, что помощь оказывает Вай на фарме Кемпа. Странно, что Джарвано оказывает помощь на фарме Кемпа. Это чем-то соло-ку напоминает, потому что обычно лесники сейчас стартуют самостоятельно все. И вот эти вот помощи, они только мешают соло-линиям дальше себя хорошо чувствовать. Ну, здесь Шенкайзер против Папа-Коня. Папа-Конь. Три крипа легко заласкидил при помощи W. Ну, и сейчас просто ждет. Грасп первый прокнул. По нему тоже Грасп прокнули. Он сейчас будет второй Грасп прокать. Все, танки работают. Здесь два Граспа уже было использовано, да? Правильно понимаю? Да, два раза. Интересная дуэлька танков. Оба взяли второй уровень. Но Шенкайзер на втором посильнее будет. Не попал Граспом. Пропустил в лицо. Так что Шенкайзер разменялся в плюс. Вот сейчас хороший был удар. Помогает новичкам не умереть. Да? Похоже на то, ребят. Чтобы новички не погибли. Гаджеты новичок, лесник. Странно, что он выбрал такого чемпиона. Ну, то есть обычно, когда игроки с какой-то позиции, с какой-то позиции начинают играть на новом для себя чемпионе, то они берут неметового. Ну, как мне кажется. Так, я чаще это вижу. Здесь сражение по Папы Каня продолжается. Потому что, если ты берешь метового, то какой у тебя смысл? Ну, вы понимаете, да, о чем я? То есть, ты вряд ли сможешь на метовом чемпионе выдавать то же самое, что делает игрок, который всю жизнь играет в лесу. Уж он-то с метовым точно справится. Так, у Папы Каня гигантские проблемы. Пора уже уходить на рекол. Он решает остаться. Ну, это очень странное действие. То есть, он бы уже прилетел сюда на телепорте. А так он то одно время не теряет. И более того, он остался. Его таунтит. Он на Ешке уходит в сторону. Может, дать автоатаку. Не дает автоатаку. Не лечится. И просто умирает один на один от Шена на топе. Папа Кань. Напридумывал. У нас Гак на мид. Приходится отфлэшиваться Ари. Чарм выдает она. Выдает парочку кастов. Тут еще Алистар оказывается. И вот оно, наконец-то. Первое действие. Первое действие от гаджета будет в игре. Или. Подкидывание. Второе подкидывание. И флэш. Ну. Да. Мне кажется, они не очень серьезно относятся к игре. Может быть, они таким образом хотят замотивировать Папу Коня. Что, мол, ты умер. Ничего страшного. Посмотрите, какую мы дичь творим. Но зонит из реали. Правда, они там не особо много ему. По зоне от крипов. Линия сильно пушится. Эти крипы не успеют подойти до того, как эта обвышка ударится. Хотя Вай могла сейчас помочь. Зафризить линию. Не знаю, зачем он рекордится. Но гаджет реально очень... Очень странно играет пока. Вот. Соло-бола. Кира сделал соло-бола. Я говорил, будем хейтить его. А мы тут не можем его даже похейтить, ребят. Он идеально засетапил ганг. Ари осталась без флэша. С малым хп. Он ее вылавливает. И Ари решает отомстить. Прокнуть электрокьют не достает. И сейчас он повторит эту комбинацию. Только уже добьет ее. Ждет отката заклинаний. Смотрит на количество маны. Ему хватает. Полетела кушка. Ешка. Автоатака. И еще одна автоатака. Ну, такое. Давайте подслушаем разговоры. Подслушаем разговоры, ребят. Нельзя обсуждать игру во время. Ни игру не обсуждаем. Можно доставить папзу, чтобы обсудить игру. Ради. Я резюмлю игру. Ну, че, демил идет к победе, ребят. В этой партии. Очень хороший старт. А у Номанзо не очень хорошая ситуация. Я буду баунтить ввейв. Баунтить ввейв. А, мид 1 хп. Мне нужно волкова забрать, Ника-чан, перед тем, как я могу к тебе прийти. Ну, у меня нет флша. Я понимаю, да. Ча, по волну 4. Да, я еще за мной с флшотами говорю. У меня есть ульта. У тебя все фрин. У тебя все фрин. Есть информация о диджи-ван? Папзай, не будешь. Папзай, не будешь. Инфа под G4. Тогда я просто пушу. Ну, че. Возвращаемся в игру без звука. Какое-то напряжение у них. Вы чувствовали такое? Это не сексуальное напряжение, а такое анальное напряжение. Чувствуется, что смерть папы коня сломала мораль команды. Они поплыли. Сейчас пытаются забрать краба. Здесь какая-то паника стартует. Бегает изо всех сил Рейкан. Не знает, что делать. Дракон бьет всех. Джарван делает подкидывание, но не попадает. Рейкан делает ответ на подкидывание. Но это с Шеном будет же. Да, Шен прилетает сюда. Надо бежать. И уже не убегает. Израиль с флэша догоняет Рейкана. Рейкан не убегает. Ну и Дрэйка можно забирать. О, сразу куча золота прилетела в карман. Тут куча вардов было. Он все их просветил. И заработал на этом бабосике. Ну, че-то как-то одностороночно. А папа конь за это время ничего не сделал на топе. Более того, он среколился. Сейчас пешком возвращается. Шен успел туда вернуться на линию. Видите? А, подождите. Шен не прилетел же. Да. Его, ему сбили. Шену сбили. Я что-то тупанул. Сейчас еще раз посмотрю. Шен нажмет и папа конь отменит. Да. А зачем дальше пошел? А, тут флэш. И папа конь убежал. Папа конь убежал. Понятно. Вот как все произошло, ребят. Вот какая была настоящая история. Булочное напряжение. Да-да-да. Ну, там заходишь и сразу чувствуешь такая атмосфера. Атмосфера грязи и страха. У Эза нет флэша. Помним об этом. Подкидывание. Врыв. Еще одно подкидывание. Но Алистар делает хороший дистангейдж. Закидывает под вышку Райкана. Хватит ли урона, чтобы добить из реалии? Хватает. Но в этот же момент большие проблемы у Ари. По ней дают каст. Она не успевает дать чарм. И погибает под своей вышкой. Ари флэша не было. Алистар. Демил решил... Решил попытаться сделать соло бола. Может быть он подумал, что Номанс ударит его в этот момент. Но Номанс не ударил его. Зато это был продуманный ход, чтобы потом из реаль добил Номанса. Ну, надо допушивать. Ну, не знаю. Мне кажется, здесь надо допушивать. Не оставлять так вейв. Потому что так хуже будет. Да, ну давайте послушаем булки. Начал делать Геральда. Да, да, да. Это Геральд. Ну вот, видите. Мы просмотрим в Афириус. Это хорошо. Они даже знают, что Геральд. Но почему-то не допушили эту линию. Мне сейчас главное не терять. Да, ты должен мне задефить в топ-компектном матче. Снайк 40. Ему помогли задефать. У Шена там 67 на 41. Большой пак репов. Под вышкой Шена пытается убить. Много урона, кстати, по покой не нанес. Это был странный врыв. Вай сюда подходит. Ее отменяют. И у Вай нет ульты. Приходится выфлашиваться, чтобы увернуться. Прокастик выдает. Но подкидывание будет только лишь под Жарван. Но там Шен. Шен прилетает. Таунт. И это игра, ребят. Это игра. Это игра. На боте там по Изреалю попытался Офелий поработать. Но они только разменялись по здоровью. Не, ну это уже партия. Сигнатурочка Киры втащила партию. Сигнатурочка Киры, ребят. Ну, у Ари, по логике, не должно быть проблем на этом матчапе. Но там много Джарван сделал. Откровенно говоря, очень слабая Вай от гаджета. Ну и, как видите, еще у Папа Коня матч не пошел. Не захотели они брать Морды Кайзера против Шена. И в итоге Шен просто уничтожает бедного Уорна. Он уже с хардстилом. Здесь первым предметом и не пахнет. Ну, может и пахнет. У меня просто нос заложен. Я не чувствую. 4-0-1 против 0-3-0. Я лично не вижу, как это вытаскивать дальше. Потому что единственная цель, которую они могут ловить, это Алистара. Алистар довольно танковый. К нему еще сейчас поработают. Но вот он подходит, Джарван. Может ответку сделать, Джарван? Нет? Не хотят? Приняли решение отдать Демила, ребят. Вот так вот. Слить Демила. У Демила был флэш. Он решил его не нажимать. Посчитал, что это будет бессмысленно. Ну и Джарван не давал комбу. Честно, не знаю. Мне кажется, здесь можно было много чего еще наиграть в этом моменте. Джарван с целым предметом. У Эза тоже есть шин. Но решили так. Да, я забыл. Там же Медведь играет на Джарване. Кстати, на тренировках Медведь почти всех побеждал. Ой, больше вообще нет. Почти всех побеждал в лесу. А в регулярке, видите, как только групповая стадия на самом деле началась. Вот только первая игра, где он побеждает кого-то в лесу. И он побеждает человека, который не играет в лесу. Номанса, Декерри, Гаджет, Лесник. Что вообще происходит? Гапают их, вот что происходит. А это что такое? Папа-конь? Папа-конь? Это какое-то свое видение действия сейчас было. Ну просто получается у них ситуация такая. Этого Папу-коня гапают на топе. Гаджета гапают в лесу. На Медлейне Никачан гапает Кира на Аниви. И на боте Номанс не может реализовать своего чемпиона. Во-первых, и чемпион слабый. В начале игры слабый, имеется в виду. Он не может прям так жестко доминировать. Так еще и не у АТПшника этого чемпиона играет здесь. Я больше чем уверен, что большинство АДКерри с этого турнира победят его на ботлайне. Так что, не знаю. Ну что, финальная битва? Потому что шанс сейчас прилетит и порядок наведет. Первый удар Шена килл. Там он прописал с флэша. Второй удар килл. Третий удар килл. Это все хардстил, ребят. 6-0-2. Шен уже здесь с хардстилом. Просто аннигилирует оппонентов. 700 урона нанес за это сражение. Ну ладно, там. 5 раз он сделал автоатаки. Соответственно, здесь он не 700, а 500 урона нанес. Это все равно очень много. Ну, чтобы вы понимали. 500 урона, вот сколько у него здоровья? 1300. То есть, он половину Райкана убил в этом тимфайте. Ну, это партия. Это партия. Уже такой не камбэк. Давайте послушаем переговоры. Хотя, я думаю, мы их даже не услышим от Номанза. Думаю, здесь уже ребята не... Они писал на блогил форс ульдойте. Не разговаривают. Нет, что-то там Номанз еще придумывает. Ульта 18. Ульта 1 будет. Окей. У меня сильные пушки чисто под рацией. Прям вот 5-5, 3-3, что-нибудь такое. Как тебе предмет Шена? А, межай? Забавно. Я отвечу здесь. Можешь пробовать обойти вот так. Ой, хорошая ульта от Жарвана. Шена нет ульты. Можно даже выиграть здесь битву. Пойду суетить. Попытка убить how to play AD, но тот выживает. И все. Я задевокацию. Задевокацию. Все, Жарван. Можно подраться. Можно подраться. Да, приболели, приболели. Fallout. Решает динайть максимально крипов. Это не была ферстблат вышка, так что это не страшно. Ничего они на этом не потеряли. Шен продолжает стаки зарабатывать. Эти штуки на топе. Уже 7 чарджей сделал. Еще 2 раза прокнул по Dark Unicorn. Такие игры уже не интересны. Иногда даже досматривать, потому что я не верю в камбэк именно через тех игроков, которые вот остались. Здесь камбэк должен идти от Офелия, но тут под него ничего не сделано. Драфт такой себе. Да, он 4-1, но в итоге Израиль тоже с тремя киллами. Да, Шен смежаем. Ну, у него Ешка магический урон наносит. Щит усиливается от... Не, Ешка, кстати, вру. Не магический урон. Она... От ХП скелится Ешка его. Кушка магический урон и ульта. Еще думаешь, Ешка тоже. Но нет. Ну, неплохая Райкана ульта, но некому воевать. Анивия всех отзонила. Правда, сейчас еще второй врыв идет. Офелия выдает ульту, и его опять отзонили. И... Медведь там... Анигилирует всех. 6-0-5 уже становится он. Приходится всем ребятам отступать. Санфайр соберет, будет магический урон, да. Ой, сколько скиллшотов летит мимо. И сейчас стеночка будет от Аниви. Анивию зонят. Но там все равно Шен добрался, сделал убийство. Анивия прописала стан. Еще один удар, еще один стак. Да, и Никачан в этой игре сыграла 0-6-0. Серафина была забанена. Ну, я по поводу того, какого она чемпиона могла еще на мидлейне сыграть. Просто вариативность их команды огромная. Мне кажется, получилось так, что они эту вариативность вообще не использовали. Номанс в итоге ни против Киры не поиграл, ни Ботлэйн толком не победил. Ну, и то, что творится в лесу, лучше не смотреть. Закройте глаза, уберите детей от экрана. Бум, еще один стак. 366, ребят, уже. 366 хп. Уже появилась у Шена. У Шена 3 500 на 20-й минуте. 3 500. Ребят, он к 6000 здоровья идет. Межает 20 стаков. Сейчас будет Санфайр собирать наносить магический урон. Оу. 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 Но там вторая жизнь. И Шен прилетает, у которого... Ой, неудачный флештаун в этот раз. Не попал. Но стак все равно сбивает себе один. Это уже вурф. Пошла ульта Эза и сразу же просто растоптали двух игроков, которые подняли, так сказать, свое свое орудие на Киру, на медлейнера. А здесь не знаю, что это такое, ребят. Что за билд? Во что он идет через Ability Power, не знаю, не знаю. 0-7-0. Агентесса медлейнеровая. Они и Анечку хотели брать, а потом передумали. Ну, Анечка против Аниви, мне кажется, похуже стоит линию. Другое дело практика. Еще один стак снял. 438. Неплохо. Скорость передвижения, ребят. 120 Ability Power будет еще один стак, так что будет у него 125 Ability Power и скорость передвижения нереальная. Ой, тут Джарван еще появился. Стак не заработал, не успел откатиться. Сколько там секунд отката? 30 секунд. Он, кстати, должен был откатиться вроде успеть. Попытка Трайкана сделать врыв, собрать двух игроков. Хоть кого-то убить Номанзу, заработать себе килл. Сделали они убийство Аниви, которое яйцо сняли до этого. Прилетевший Шен не успевает прилететь к одному игроку, зато лететь ко второму игроку не достает. Димил хоть и сделал врыв. Ответного прыжка от Ари не будет с Чармом. А почему без кушки? Очень странное действие. У нее был прыжок все это время, она его не потратила, когда была кушка, зато потратила, когда у нее не было уже кушки и, по сути, она просто ворвалась и отдалась. Уже очень хотела. Но зато ассист заработала. Перестала быть агентессой. Давайте послушаем внимательно. Бет, бет. Я что думала, что лайтут на эту же рамду. На шорху идут. Да, вопрос. Пойдут ли они вот на смайты, правда? Да, идут. У меня есть блюд ринкет один. Это нет. У меня есть типа инферном ган, но у меня критей не так много, поэтому в хз. Алистар без ульты, Шан без ульты. Да, я тоже нажму блюд. Там вай пропала уже с карты. Нажми, нажми. О, Алистар в этом кусте. Они ушли, они ушли. Я выжил, я выжил. Нет, нету лю. Алистар, комбой промахнулся. Я выжил, это не выжило, ребят. Это ложная инфа. Ой, но мы здесь еще поймали. У меня тут я пошел делал. Джерман флэш ульт. Они изолированы очень сильно на шаре сейчас. Да. Реально, вот они умерли. Аниве прописала стан, и он умер. Да. Ну что ж, несложная партия получилась для Демила. Команду Номанза я не ставил как лидера этого чемпионата. Уж слишком много у него вопросительных игроков в составе. Тут и Папа Конни, и Никачан. Выпросительных именно в сравнении с другими. То есть, в отличие от многих других команд, у него ну, две стабильные позиции довольно слабые. Ну и, возможно, даже три позиции. Слабые, если гаджет играет в лесу. То есть, гаджет в лесу показывает, ну вот, из того, что мы видели, ребят, с вами, понимание, ну, очень слабое. Что нужно делать за лесника, как нужно двигаться. Ему никто не мешал. Заметьте, что делали с Ананасиком в предыдущей игре. И Ананасик в команде генерала все равно нашел себя, нашел дальше в партиях. Здесь Вай вообще ничего не видит. Весь ее план это просто идти к тому человеку, из которого кто-то снял флэш. Сама она ничего не организовывает. В итоге, вон, у Джарвана уже 9.0.10. Статистика. Шен опять рядом. Шен прилетает. И на этом, я думаю, заканчивается жизнь. Вай, да. Папа конь не успевает подойти вовремя. Еще Райкана там поймали. Номанца тоже выловлют, кстати. Он не успевает убежать. У него Гейлфорс был, он его тратил для инициации, чтобы убить Анивию, но Анивия осталась живых и зарабатывает еще одно убийство. 10.0.10 у Шенкайзера на шейне. 10.0.10 у Медведя на Джарване. Они борются друг с другом за лучшую статистику. Ну, Акира заявляет всем, что если вы не будете банить мне Анивию, мы вас уничтожим. Даже учитывая, что у нас типа how to play адену, по ботлейну Демил не может себя реализовать, но, видите, он может ромить, может играть на Алистаре. А здесь 0.8, 0.7 и 0.6 Три позиции. Ну, типа вайт 2.5 кто-то скажет, что вот, видишь, она хотя бы киллы делала, но в реальности эти киллы скорее случайны, чем какие-то прям продуманные действия. Легчайшая для Демила. И у нас получается, что в этом в этой ветке. Сейчас обновлю. Там фасолька, да, на последнем месте? Там фасолька на последнем месте. Здесь последняя инициация по Номанзу, он остается в живых. Демил очень страдает под вышкой. Вай выиграл тонну времени, Демил еще один делает врыв, пытается добить, но ему нечем, просто нечем добивать Номанзу. Алистар не обладает никаким уроном дальше. А вот Жарван обладает большим уроном, зарабатывает себе ассист. И БАМ! Мне хилы не заработали. Врыв не очень удачный, приходится отступать. Жарвана могут тысячу золота сейчас снять, он делает врыв, пытается добить, но там щиток, 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 хил. Тысяча золота. Там Шен сделал еще одно убийство по папу коню. И в рейтинге лучших игроков Шен выходит на первое место. Так, по поводу, да, я сейчас хочу групповую стадию посмотреть. У нас получается здесь Даймонд 3-1 идет, Номанс был 2-0 до этой игры и станет тоже 2-1. А Демил 1-2. Ну да, Демил получается, начинает камбэкать здесь. У Демил это еще партия с фасолькой, то есть считайте, он 2-2 будет. Ну а тут многое, многое еще может поменяться. Еще 5 таких шатдаунов и все, и отыгрались. Ну там еще 3 таких шатдауна висят на игроках, вы видите. Еще 3 таких шатдауна они могут снять, это еще 3000 отыграть, но в общем-то и все. Межай, да, 25, и за этим Межаем был куплен Демоник Эмбрейс, который очень плохо работает на шене, потому что плохо работает на шене. Ну и вы можете видеть урон. Здесь 272, этот урон не будет увеличиваться. Ну он и будет увеличиваться, но очень незначительно. Демоник Эмбрейс неплохо бы работал, если бы была комбинация еще с, допустим, с Анфайером, а так тут редко будет. А, ну кстати, с Титаник Гидрой оно будет прокаться. Ну это тролль предмет, да. Забейте, это просто тролль предмет. Ульта, орна, подкидывание, попытка финальная ворваться в Анивию, вылавливают ее, Анивию не убивают, пытаются кого-нибудь еще убить, но не выходит. Шен там спокойненько уже все затанковал, всех порвал, ну и смотрим сюда, сколько тут получается. Кстати, даже больше, чем я думал. Я думал, прибавится в районе 200 урона, прибавилось почти 400 урона. Ну здесь, правда, 450. Но Титаник Гидрой, кстати, и прибавил, я думаю, очень сильно. Титаник плюс Ботарк, да, Титаник плюс Ботарк против Орна и Вай очень хорошо бы здесь зашел. 37 убийств, это, мне кажется, рекорд этого чемпионата, я не помню, что кто 37 убийств делал из тех матчей, что мы видели. Из тех матчей, что мы видели, мне кажется, 37 убийств не делал никто. И на сегодня, наверное, ребят, будет все. Я уже очень сильно устал, а оставшиеся игры, которые в 20.00 будут, Номанс против Смурфа, она как бы интересная, но как бы я устал, давайте скажу прямо. Реально, голова уже болит, слишком долго за компом сижу, и вы слышите мой голос, гуносавлю и все остальное. Что касается завтра, завтра я не стримлю, сразу вам говорю, и это не потому, что хейтеры победили, а потому, что у меня завтра баня. Послезавтра у меня все еще баня, но я вечером уже домой приеду, но вряд ли я приеду до окончания матчей, так что я могу только предикшена вам дать, и предикшены таковы, что генерал заиграла его команда, и завтра они, скорее всего, одержат победу и проиграют игру. Здесь, я думаю, они все же проиграют. Уж слишком большой гап по бутлайну будет в очередной раз. А вот сможет ли он выйти, все будет решаться вот в этой партии. Вот в этой. Генерал против Тимласа. В ней будет решаться. Ну, правда, конечно, Анхолия и генерал тоже важная игра, но то есть самые важные игры у генерала здесь. Фактически, даже если он выиграет завтра две игры, он все равно может вылететь, если проиграет эти две игры. Ну, то есть, он может вылететь. Но ожидаемо, что он завтра проиграет игру и Лазаньи выйдут из группы. Ну, а Даймонд молодец. Единственное поражение от Папы Коня как раз-таки Номанзу. И как вы видите, против них есть ключики, как побеждать. Так что Даймонд, я думаю, сможет во втором круге одержать над ними победу. И пока выглядит, как выходящие команды это Лазаньи. Ну, если честно, я все равно считаю, что Анхоли и теперь вот увидев, как заиграли генерал этого, генерал, а вот это не выходящие команды. С этой стороны не выходящими выглядит 100% только одна пока команда. Потому что Номанз, если они будут продолжать в лес отправлять гаджета, то они вот сюда отправятся. А если они будут продолжать отправлять на роли Декерри, невзирая на какой-то дурацкий хейт там из чата, то они могут и за первое место еще побороться успеть. Даймонд, это они как раз за счет этого и победили. Ну, ладно. Че тут? Демил молчит. Ничего не говорит. Бля, там, кстати, когда бот нас били, короче, на боте нас подловили. Если бы я в Деталк, если не ставлю с в одном чемпице, я выкопнула бай-подвижку, мы произменяемся. Мерик. Да. Ну, ладно. Все. Давайте. Всем пока, всем счастливо. Увидимся на следующем стриме, который будет в понедельник. Ну, либо на каком-нибудь видео на ютубе. Пока-пока.